Сегодня в этом стрелковом разборе будет кино, выбранное нашими подписчиками. Оно называется «13 часов. Тайные солдаты Бенгази». Картина, основанная на реальных событиях, произошедших в Ливне. Это два часа жестоких перестрелок, которые я рассмотрю с точки реалистичности за 23 минуты. А также расскажу о трехсекундном эпизоде, из-за которого я не пожалел, что посмотрел этот фильм. Субтитры создавал DimaTorzok В этом фильме нашелся тот косяк, который есть практически в любом голливудском фильме, связанном с оружием. Это звук при поднимании оружия. Дело в том, что когда вы любой предмет, вот руку поднимаете или даже оружие поднимаете, это не трещотка. Он никаких звуков создавать не должен. И никогда этого не происходит. Но в фильмах, видимо, для эффекта какого-то постоянно возникает звук. В моих роликах я часто говорю о пальце на спуске, о том, что палец не нужно класть на спуск. Но в этом случае палец на спуске должен быть. Они находятся в той ситуации, когда он собирается стрелять. Когда здесь вопрос жизни или смерти. Да и кроме того, если вы целитесь в человека, который целится в вас. И у вас ситуация, где вам нужно произвести на него впечатление, убедить в своих серьезных намерениях. И палец на спуске прямо намекает на ваши серьезные намерения. Это чревато. Это опасно, что можно сделать выстрел в человека. Но дело в том, что, во-первых, если у вас курок спущен, то нажатие требует достаточно большого усилия и большого хода. Поэтому вот такой прямо случайный выстрел не произойдет. Кроме того, он у нас оперативник, специалист с большим опытом. Он случайно на спуск не нажмет. В моей жизни был один случай. Я, будучи студентом, подрабатывал таксистом. И на заднее сидение сел товарищ. У него был пистолет. Я не знаю, был ли это настоящий пистолет. Он выглядел как пистолет Макарова. В общем, он направил этот пистолет мне в лицо. Палец был на спуске. И еще и курок был взведен. Потому что он демонстративно взвел. И я вам скажу, я парень нетрусливый. Но было неприятно, когда вот так вот пистолет смотрит на тебя. Надеюсь, пистолет был травматический. И в итоге все обошлось. Я сказал, что надеюсь, пистолет был травматический. Я не знаю, лучше надо было сказать, надеюсь, пистолет был игрушечный. Кстати, еще продолжая тему пальцев на спуске. И дело в том, что в кино иногда палец оказывается на спуске по безалаберности. Или потому, что люди не знают свое дело, когда они консультируют, не обращают на это внимания. Когда, например, специалисты с ФБР, ЦРУ или ГГБ должен убирать палец со спуска. Но в некоторых случаях это является художественным замыслом. То есть, чтобы показать, что человек не умеет обращаться с оружием, что он дилетант, он вполне может держать палец, как домохозяйка, впервые получившая пистолет в свои руки. Может держать палец на спуске. И это нормально. И один из самых ярких примеров, когда это было продемонстрировано, это фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Наемный убийца Винсент. И он вначале представляется как страшный наемный убийца. Чистильщик. Но режиссер явно хотел показать, что он только хочет казаться таким специалистом. Происходит случайный выстрел. Вот этот эпизод. Был эпизод раньше, когда они вместе с Эмюэлем Джексоном заряжают оружие. Джексон делает все правильно. А наш Винсент берет пистолет. Ну, что говорить. Давайте просто вместе посмотрим этот эпизод. Обратите внимание, Джексон досылает патрон, а потом ставит пистолет на предохранитель. И только после этого вставляет за пояс. А Винсент действует как дилетант. Он досылает патрон в патронник. У него взведенный курок. И такой пистолет он сует себе в штаны. В такой ситуации шанс говорить фальцетом до конца своих дней очень высок. Это только начало ролика, я уже пошел в дебри, да? Ну ничего, продолжим. С другой стороны, вы видели недавние фотографии и видео, где Хамас с оружием позирует на камеру? У всех железная триггер дисциплин по-английски. Дисциплина с пальцем на спусковом крючке. То есть это нормальное, правильное требование, с которым бесполезно спорить. Да, можно палец убирать под спусковой крючок. Но не на всем оружии можно просунуть палец под спусковой крючок. А навык у вас этот в голове отложится. Вы уже не будете контролировать, особенно в критической ситуации. Поэтому не надо пот, не надо как-то придумывать. Просто убирай палец со спуска и все будет хорошо. В целом, несмотря что в этом фильме все хорошо с тактикой, оружием, с консультантами, тем не менее, здесь еще одна ошибка, довольно частая, которая встречается в фильмах. Здесь опытный снайпер по какой-то необъяснимой причине вытаскивает ствол за пределы окна. Нет, обычно стреляют из глубины комнаты для того, чтобы себя не показывать, легко скрыться и звук выстрела меньше. Короче говоря, опытный снайпер не вытаскивает свой ствол за пределы окна. Он из окна не должен торчать. Тут еще два интересных эпизода, один за другим. Один из героев фильма по звуку определяет, из какого оружия ведется стрельба. Действительно, возможно ли такое или нет? Да, такое возможно. Дело в том, что, во-первых, у разных калибров разный буквально уровень звука. Если стреляют из ДШК, это очень хорошо слышно. Например, есть подмосковное стрельбище Валабина, и там рядом военный полигон, на котором стреляют разными калибрами. И вот я за годы тренировок уже научился определять. Но, с другой стороны, прям идеально определить не получится. Дело в том, что, если у вас есть дульный устройство, например, дульный тормоз-компенсатор, то он изменяет сигнатуру звука. Поэтому не каждое оружие можно по звуку отличить. Но можно отличать по темпу стрельбы, по басовитости, и, если так можно сказать, по резкости звука. Например, выстрел калибром 9х19, хоть из пистолета, хоть из карабина, ощущается иначе, чем выстрел высокоскоростной пулей 223-го калибра. Но в большей степени на звук, конечно, при похожих калибрах 5.45 и 223, больше будет играть дульный тормоз, либо какое-то дульное устройство, чем сам по себе калибр. И момент, который, наверное, в этом фильме самый несоответствующий действительности. Куча террористов бегает и хаотично стреляет, да еще и стреляет просто в воздух, типа создавая шума. А если обратить внимание на их одежду, на них нет ни подсумков, ни каких-то разгрузочных жилетов, ни каких-то сумок с магазинами. У них всего одно оружие, один магазин, в котором 30 патронов. При темпе стрельбы 600 выстрелов в минуту, как это делает, например, автомат Калашникова, сами знаете, да, за полторы секунды ваш магазин опустошен. Поэтому, если бы вы были бы опытным террористом, я думаю, вы бы расходовали патроны аккуратно. Ну и буквально сразу идет эпизод, где наши герои как раз экономно расходуют патроны, стреляя либо одиночными, в основном одиночными, либо короткими очередями, потому что патронов не напасешься. Кроме того, стрельба одиночными или короткими очередями дает вам больше шанс попасть при расходовании меньшего количества патронов. Первая пуля летит, куда вы целились, а дальше под действием отдачи ничего не сделаешь. На дистанциях 50 метров уже вряд ли вторая пуля попадет в мишень. Возможно, у опытного стрелка, который зажал цевьё, прижал к мешку, сделал очередь, наверное, 2-3 пули попадут туда. Но если вы стреляете на ходу, в движении, то длинная очередь уведет оставшиеся пули просто в воздух или в каких-нибудь случайных прохожих. Поэтому стрельба одиночными в любых настоящих реальных ситуациях это норма. А автоматический огонь имеет свое назначение. Это не основной вид ведения огня. Еще я замечу, что события фильма проходят в начале 10-х годов. И уже в то время были широко распространены разные дульные устройства, которые уменьшают вспышку и звук выстрела. Так называемые супрессоры и глушители. Здесь же в фильме всего один супрессор на снайперском оружии. Ему там и место, это нормально. И вспышки просто огромные, которые, опять же, показывают вашу позицию, не позволяют вам работать нормально со средствами ночного видения, которые есть у героев, и мы видим, насколько они дают преимущество при вот такой массовой атаке. Тем не менее, делая выстрел, вспышка засвечивает. Да, некоторые устройства имеют защиту, и они не засвечиваются напрямую. Но дело в том, что между глазом и устройством есть расстояние. Да, устройство не засвечивается из-за его технологии. Но ваши глаза-то засвечиваются, потому что ваши глаза находятся в прямой видимости от вспышки, которая заполняет все пространство. В общем, использование дульных устройств это не просто тренд, это очень полезная и важная вещь. В современном мире мы видим, где сплошь и рядом уже в комплекты у военных, у спецов есть эти устройства. Например, Royal Marines, морские пехотинцы, совсем недавно приняли комплекс. У них есть комбинированное устройство, которое, во-первых, имеет внутреннюю часть, верхнюю часть, они могут рассоединяться, использоваться отдельно. Но суть в том, что они уменьшают звук выстрела и не слепят, и позволяют стрелять в тесном помещении с меньшим влиянием на ваших коллег. Короче говоря, эти устройства очень востребованы. И я думаю, в тех странах, где это разрешено, и вот в России такая ситуация, что по факту это разрешено, буквально все обзаводятся банками-супрессорами, лишь бы они не были сертифицированы как прибор бесшумной стрельбы. Герою дают пистолет Зигзаур, и он проверяет, заряжен ли этот пистолет, самостоятельно его заряжает. И вот тут надо заметить. Дело в том, что когда вы досылаете патрон в патронник, обязательно нужно отпустить затвор и позволить пружине самой дослать патрон в патронник. Если вы будете сопровождать затвор, то это может привести к перекосу патрона. Это знает практически любой боец, который прошел курс молодого бойца. Кстати говоря, Косинский это комедийный актер до тех пор, и он так науськался, так натренировался, что в этом фильме смотрелся очень органично. Каково преобразование? То есть самый обычный актер, человек, который не связан с оружием, может за достаточно короткий период, за несколько месяцев, стать нормального уровня стрелком. Это касается каждого из нас, так что не надо бояться оружия, можно попробовать и стать нормального или высокого уровня стрелком. Почти у всех террористов, если там всматриваться в одном эпизоде, есть другой калибр, но практически у всех калибр 7,62, то есть это автоматы Калашникова, как их называют АК-47. И вот этот калибр востребованный, популярный, мощный, но он уже во многих странах, и в России, и в Европе, и в странах Латинской Америки, во многих странах уже давно заменен на калибр. Либо калибр 5,45, либо калибр 2,2,3 или 5,56 НАТО на меньший калибр. Какой калибр лучше? Скажу кратко, что лучший калибр это 5,45 или 5,56, а 7,62 калибр хуже. Почему? Это уже оставим для другого ролика. Но мне было бы интересно услышать ваше мнение, напишите его в комментариях. И вообще, какой бы калибр вы выбрали вот во всей этой ситуации, когда огромное количество террористов нападает на здание с небольшим количеством обороняющихся. Ваш выбор 5,45 или 7,62. Тут мы видим пули, которые искрят по асфальту. Но пуля, имея кинетическую энергию, в какой-то одной точке не остановится. Поскольку она летит под углом, она обязательно будет рикошетить. Рикошеты здесь нелинейные, не такие, как в геометрии. Они обусловлены таким большим количеством факторов, в первую очередь, деформацией самой пули и тем материалом, в который не попадают асфальт относительно металлической пули. Мягкий материал. Короче говоря, там будет рикошет. Причем рикошет будет не геометрический, угол падения равен углу отражения, а рикошет будет вдоль асфальта. Практически параллельно асфальту полетят эти пули разных калибрах. И вот эти ребят, обведенных кружочком, для них эти рикошеты представляют огромную опасность. Вот тут мы видим переднюю рукоятку. Я лично передние рукоятки не использую за ненадобностью, но в этом моменте показано, что действительно нужна передняя рукоятка. И я бы ее тоже использовал в этой ситуации. Почему? Потому что она нужна не просто так, а для цели. Все цевье обвешано приспособлениями. Тактический блок, фонарь, там целеуказатель, еще что-то. Там у некоторых подствольный гранатомет, или еще какая-нибудь на планке штука подвешена, или камера, видео. Так вот, когда все цевье занято, все это не обхватить нормальной рукой, и поэтому здесь понадобится передняя рукоятка. Но, а что касается увеличивать ли кучность, точность стрельбы переднюю рукоятка, это больше зависит от самого стрелка, нежели от рукоятки. Точно и не точно можно стрелять как с рукояткой, так и без рукоятки. Стрельба из РПГ, которая переворачивает машины. Нет, такого не бывает. В выстрелах РПГ всего ничего взрывчатого вещества. 400 на в некоторых 500 граммов. И этого вообще недостаточно, чтобы не то что перевернуть машину, чтобы ее подбросить вверх. То есть мощность РПГ это как парочка ручных гранат. Мы, к сожалению, сейчас очень много видим записей, что такое ручная граната, насколько она могущественная, и что она там может перевернуть. А вот тут мы видим ДШК, который разбирает людей, врагов и террористов, и нетеррористов на кусочки. Да, это возможно, это реалистично. При попадании, например, в конечность пуль 50-го калибра и других подобных калибров действительно приводит к компутации этой конечности. Страшное оружие. Кроме того, это оружие помогает пробивать объекты, разбирать, например, стены, разбирать те укрытия, за которыми прячется враг. Поэтому на поле боя это одна из приоритетных целей и очень опасное оружие. В связи с этим фильмом мой товарищ Владимир Анакой мне рассказал историю. Когда он работал в Афганистане, у них была такая любопытная ситуация, когда представители ООН на военной базе делали замечания и, можно сказать так, критиковали военных, которые то стреляли, то готовились, то там из каких-то укрытий еще что-то делали. И им говорили, ребята, вы как дети, вот кто на нас будет нападать, зачем вам все это нужно, вот вы выпендриваетесь. Потом произошел случай, когда было нападение с жертвами. И буквально на следующий день все те критики, которые говорили, что это все баловство с оружием, зачем все эти ваши холощения, перезарядки, стрельбище, все эти работники ООН захотели научиться пользоваться оружием. И, как Володя сказал, действует вот такая ситуация несколько месяцев, а потом возвращается на круги своя, и представители ООН опять за мир во всем мире и так далее. Тут мы видим пижонскую стрельбу, когда ребятки стреляют из автоматов Калашникова с одной руки. Возможно ли это? Да, это возможно. И даже несмотря на то, что у них там достаточно серьезный калибр 70-62, стрелять с одной руки можно. Многие из нас, кто часто имеет дело с оружием, наверняка пробовали это самостоятельно. Я лично пробовал даже стрелять 12-м калибром из полуавтоматических оружий с двух рук. Это вполне реально, но для этого нужно иметь просто определенный опыт. Нужно уметь стрелять с одной руки, потому что вторая рука у тебя ранена. И в этом фильме момент очень хорошо обыгран. Мы замажем всю кровищу, YouTube этого не любит. Это то, что в принципе надо уметь делать. В этом эпизоде автомобиль попадает в засаду. И казалось бы, чего бояться? Автомобиль-то бронированный. Да, он бронированный, но у бронированного автомобиля тоже есть слабые места. Одно из них это стекло. Лобовое стекло может принять какое-то количество выстрела. Правда, не всяких и не всякого оружия, но современные бронированные стекла могут держать даже 50-й калибр. Но, во-первых, к ним может прилететь выстрел от гранатомета, который не удержит ни один бронированный автомобиль. Я думаю, если на него динамическую защиту не повесить. Но, тем не менее, первое правило, если вы попадаете в засаду, это надавить на газ и покинуть килл-зон, зону поражения. Большое количество выстрелов в одну точку стекло может проломить. Я помню, когда, будучи еще подростком, в 90-е, был случай, когда один киллер, совершая преступление, он подошел к бронированному Мерседесу с вот такущим стеклом и стрелял из пистолета-пулемета Скорпион, насколько я помню. А там калибр просто дохленький. Но он взял, выпустил весь магазин в одну точку, перезарядился, и там уже образовалась сквозная дыра, просунул ствол и закончил свое черное дело. Поэтому бронированное стекло при множественных попаданиях в одну точку перестает быть бронированным. Учтите это, когда будете вести свой бронированный автомобиль. Стрелок из РПГ пытается выстрелить в здание, а снайпер опережает его, и тот, падая, стреляет себе, можно сказать, под ноги. Здесь взрыва произвести не должно. Дело в том, что в РПГ есть защита от дурака. Выстрел покидает канал, и потом только взводится у него взрыватель. Но в наставлении не написано точное количество метров, когда он, этот взрыватель, взводится. Но там сказано, что на безопасном расстоянии. Выстрел должен был бы зарыться в землю, и взрыва не должно было бы произойти. Как описывают, на самом деле эпизод был, но вместо гранатомета у террориста в руках была граната, и он выронил гранату, которая впоследствии взорвалась. Но здесь они ее заменили на РПГ. Видимо, Майкл Бэй все-таки, ну, все-таки он тяготеет к красоте кадра. Да? Хотя бы оцените этот кадр. Снайпер стреляет в голову. Я не исключаю, что есть высококлассные снайперы, которые еще и такие рисковые, что в ситуации, когда можно стрелять в центр массы, они стреляют сугубо в голову. Вроде как надежнее. Но движущаяся мишень в темноте на расстоянии стрелять в голову может быть не самая лучшая идея. Там обычно лучше стрелять в центр массы. А вот момент, который порадовал сердце старого стрелка-спортсмена. Здесь показана перезарядка, и она показана так хорошо, так прекрасно. Вот прям как нужно. Что же здесь происходит? Казалось бы, нажал кнопку, в магазин упал, вставил новый. А нет. Дело в том, что этот элемент можно тренировать достаточно долго в разных ситуациях. И можно перезаряжаться, убирая от плеча оружие, а можно оставляя у плеча. Для чего? Дело в том, что когда на вас нападают, и вам нужно перезаряжаться, то вам лучше всего в поле зрения держать и то место, откуда может появиться враг, и оружие, готовное к стрельбе. А не опускать глаза, не рыться здесь, там что-то происходит, кто-то поменял позицию, а вы целитесь сюда, а вам уже целятся сюда. Нет. Лучше всего оставлять в поле зрения и в рабочей зоне оружие, и видеть поле. Когда он держит оружие, он сопровождает взгляд, то есть периферическим зрением смотрит туда, а взгляд у него на какое-то мгновение переходит на шахту, для того, чтобы четко отцентровать руку. Можно делать это без взгляда, но зачем, если надежнее и точнее сделать так? Это занимает буквально десятую долю секунды. Следующий момент. Вытаскивает магазин, подносит и делает паузу. Вот так, как это делают спортсмены при своих тысячах, десятках тысячах и сотнях тысяч повторений. Для чего? Потому что можно вытащить отсюда, втыкнуть магазин не туда, потом поправлять, а если вы первый патрон ударите, то он может встать клином и дальше уже не проталкивается. Вы вставили, там перекосились патроны, как ни бейте, он не встанет. Короче говоря, лучше поднести, сделать маленькую паузу, доставить уверенным движением и перевести руку на цевьё. Ну что ж, мы уже почти в самом конце нашего повествования. И тут эпизод у нас, который связан со стрельбой из миномёта. На этом миномёте не показана никак отдача, хотя она есть. Правда, тут зависит многое от грунта, но, я так понимаю, у них достаточно жёсткий грунт, типа асфальта что-то, и на нём миномёт просто будет скакать. Так обычно первую мину бросаешь, и он сам себя чуть подзакапывает, на вторую мину ещё подзакапывает, а потом как бы плотно стоит, и действительно сильно не дёргается, он достаточно на месте остаётся. Но в их случаях миномёт вообще не имеет никакой отдачи. Кстати, если говорить о миномётах, миномёт — это страшное оружие на поле боя. Простое, дешёвое и очень эффективное, что мы и увидим далее в этом фильме. Потому что террористы самого большого успеха добились именно при использовании миномёта. Так вот, это миномёт Мортира Мортар, миномёт М1, 81 мм. Достаточно мощный миномёт, хотя и устаревший в данном случае, но это неважно. Такой же эффективный. И вот тут при падении мины взрыв слишком большой. Если они не попали в канистру с бензина, то такому количеству огня взяться неоткуда. И вот тут у нас посредствия взрыва мины мы видим раненого охранника, раненого сотрудника ЦРУ, который лежит и испытывает самые неприятные чувства, связанные с тяжёлым ранением, при этом удерживая пистолет. И мне понравилось, что этот эпизод обыгран очень хорошо. Ему этот пистолет нужен для какой-то уверенности, для успокоения. И находясь в состоянии шока, из этого пистолета можно случайно куда-то выстрелить. Сознание может быть смутнённым. Однажды я попал в аварию, у меня была сломана нога. И любопытно, что когда я летел, время замедлилось. Я прям слышал, как при падении хрустела моя нога. И я не чувствовал боли, было какое-то такое возбуждение. Правда, руки очень сильно тряслись от всего. Не потому что я боюсь, а потому что, видимо, адреналин в огромном количестве выделился. И вот когда ты в таком не совсем адекватном состоянии на этом адреналине, то сделать можно всякое. Можно засуетиться и стрельнуть. Разрядили, причём патрон из патронника извлекли, что грамотно показали. И вернули ему назад уже в виде какого-то амулета, чтобы он успокоился. Но вот, а когда адреналин уходит, то начинаешь испытывать боль очень сильную. Я это до сих пор помню. Это такая наука на всю жизнь. Поэтому, когда у тебя адреналин, ты возбуждён. Ты один человек. Когда адреналин уходит, ты уже совсем другой человек. С фильмом у меня всё. На этом пока. И увидимся снова. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!